Друзья, приветствую! Благословенного дня! Начался новый день и, как вчера, кто следит за нами, мы благословляли Духом Господним согласно семи духов Божиих, которые на нашем Господе Иисусе Христе и которые пред престолом. Аллилуйя! Семь духов, семь дней, семь нот. Аллилуйя! Так много всего связано с числом пророческим семь. И мне такое пришло на сердце, просто иметь благословение, Аллилуйя, для того, чтобы принять на каждые семь дней эти семь духов Божиих, которые Господь хочет, чтобы мы могли двигаться во всех Его характеристиках и той силе, которую Он высвобождает через них. Поэтому не просто так в книге Откровения нам апостол Иоанн передает привет от того, кто есть и грядет от семи духов и от Господа нашего Иисуса Христа. И вчера мы благословляли день и друг друга Духом Господним, а сегодня мы благословляем Духом Премудрости, Аллилуйя, который по порядку идет в перечислении в Исаии в 11 главе. Аллилуйя! Духом Господним, Духом Премудрости и далее, на что мы посмотрим в следующий день. И поэтому, когда мы говорим о Премудрости, Аллилуйя, для того, чтобы принять ее, Аллилуйя, откроем притчу 8 главу, где нам написана такая красивая картина о Премудрости. В 12 стихе, в 8 главе написано, я, Премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Аллилуйя! 14 стих, у меня советы, правда, я разум, у меня сила. 15 мною царит, царствует, а мы с вами царственное священство. Аллилуйя! И повелители узаконяют правду. 16 стих, мною начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли. 17 стих, любящих меня, я люблю, и ищущих меня, найдут меня, Аллилуйя, любите Премудрость, Аллилуйя. Поэтому, если мы говорим, чтобы нам принять Премудрость, принять Мудрость, нужно любить ее. И тот, кто любит меня, тот найдет меня, написано. 18 стих, богатство и слава у меня, сокровища не погибающие и правды. 19 стих, плоды мои лучше золота и золота самого чистого. И пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Аллилуйя! Слава Господу! И вот 22 стих, сильный такой, Господь имел меня началом пути своего, прежде создания своих, искренне. 30 стих говорит, тогда я была при нем художницей и была радостью каждый день, веселясь пред лицом его во все времена. Слава Господу! Поэтому, Премудрость, это так много нам открывает и знание, и силу, и славу, и богатство. Аллилуйя! Только принимайте это все для себя в воле Господне, а не просто мне, мое, ради меня. Это все ради Господа и тела Его, этого мира, который Господь хочет благословить нас. И эта художница, она творила, премудрость, аллилуйя, все, что мы сегодня наблюдаем, солнце, звезды, аллилуйя. Там написано и круг черты, которым была очерчена земля, границы морей, аллилуйя, границы земель, аллилуйя. Поэтому во имя Иисуса Христа прими духа премудрости, аллилуйя, который Господь высвобождает на тебя, аллилуйя. И как написано в Аково, в первой главе, я прочитаю в пятом стихе, если же у кого, так, 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 не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему просто и без упреков. Когда Соломон пришел, даже он не пришел пред лицо Господа, там написано, он просто спал, аллилуйя. Поэтому отнесись серьезно к оснам и к видениям, к видениям. Поэтому он просто спал, и Господь пришел к нему, и он имел разговор с ним, и Господь благословил его мудростью и премудростью, которой не было ни у кого на этой земле. Через что поднялась целая страна, целое государство, которое было примером для других, дается просто и без упреков. Но на чем я хотел бы, знаете, сильнее остановиться, это также на Аковой первой главе, которую мы прочитаем с первого по шестой стих в контексте вот этой мудрости, о чем все-таки этот контекст нам говорит. И вот здесь апостол Аков, он пишет, Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом находящимся в рассеянии, радоваться. Тут, понимаете, непростая ситуация была. Эти колена были в рассеянии, они были в определенной печали. Откройте Псалму, почитайте. Там, говорит, они у Ив сидели. Это плакучие Ивы такие были и плакали, что они остались без своей земли. И Иаков говорит им, радуйтесь, радуйтесь посреди рассеяния, радуйтесь посреди тех печалей, которые приносят вообще эта жизнь, дьявол, враги. Несмотря ни на что, продолжайте радоваться, потому что радость есть пища наша. И со второго стиха. С великую радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. И вот смотрите, что интересно, третий стих уже говорит нам не об искушениях, а говорит, зная, что испытания вашей веры производят терпение. Дорогие, здесь написано о том, что если ты относишься к искушениям как к жестким вот этим атакам врага и принимая их, то они для тебя так и останутся искушением, если они не перейдут в позитивное слово, как испытания. Искушения, они должны перейти в первую очередь в нашем разуме в испытания. Почему? Потому что здесь как раз третий стих говорит, что испытания вашей веры производят терпение, потому что искушения, они могут привести к греху, они могут привести к депрессии, они могут привести к печалям этих ям, с которых нам годами можно не выбраться. Но когда это переходит в испытания, ты смотришь, вау, это испытания, эти вызовы. Этого дня, каждого дня я принимаю аллилуйя, потому что испытания, оно что-то производит. А оно производит, аллилуйя, плод веры, терпение, терпение, долготерпение. Это лестница Петра, когда мы читаем послание апостола Петра, что терпение, там долготерпение, которое приводит к братолюбию, а братолюбие, оно рождает любовь. И вот смотрите, четвертый стих, терпение же должно иметь совершенное действие. То есть терпение нечто совершает, оно совершает действие, чтобы вы были совершены. Или совершены, даже можем сказать, во всей полноте, без всякого недостатка. Поэтому, дорогие, вот как раз тогда, когда мы находимся в определенных испытаниях, это такая польза для нас, если мы к этому правильно относимся, и при этом мы радуемся, потому что Бог совершает с нами работу, Бог производит с нами плоды нашего характера, аллилуйя, позитивные, Бог производит с нами плоды нашей веры, плоды в этой жизни, которые могут только благословлять нас. И посмотрите, это просто бомба, пятый стих. Если же у кого из вас недостает мудрости, мудрости к чему? А мудрости относиться ко всему, что происходит в твоей жизни. Мудрости к тому, когда ты проходишь из искушения в испытании, которые производят плоды твоей веры, плоды твоего характера, которые производят терпение, которое для того, чтобы было у тебя совершенное действие. То есть активность в этой жизни, о которой мы сначала говорили, чтобы художница, премудрость всегда была с тобой, чтобы ты творчески и ярко относился ко всему, и делал все это не выхолощенно, аллилуйя, а просто как творец, аллилуйя, как Адам приходил и давал имена каждому животному, чтобы все в твоей жизни было ярко, аллилуйя, как у настоящего творческого человека и художника. Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упрека, и дастся ему. И шестой стих. Но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Седьмой стих. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, дорогие? Не сомневайтесь. Во имя Иисуса Христа молюсь, чтобы ушли всякие двоящиеся мысли, когда ты находишься в испытании. Во имя Иисуса Христа молюсь за прорыв в твоей жизни, чтобы ты ко всему ярко, сочно, насыщенно, аллилуйя, творчески подходил во имя Иисуса Христа, чтобы от тебя открылись новые дворы, дары. Если ты не рисовал, рисуй, аллилуйя. Если ты не пел, пой. Если ты не играл на каком-то музыкальном инструменте, начиная учиться, начиная играть, Бог будет благословлять тебя. Он уже благословляет тебя, аллилуйя. Да проси этой мудрости, которая дается просто и без всякого упрека, аллилуйя. Соломон вообще спал, аллилуйя. И Бог так благословил его, когда он во сне поговорил с ним, аллилуйя. Адам тоже спал, когда Господь взял у него ребро и сделал ему такую помощницу, которая стала жизнью для него, потому что Ева переводится как жизнь. Поэтому благословение тебе на этот день. Жизнь, жизнь, жизнь. И мудрости во имя Иисуса Христа с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok